Защитники Приднестровья возмущены тем, что в школах Молдовы будут воспитывать уважение к комбатантам, к тем, кто в 92-м убивал наших мужчин, женщин и детей. Председатель Союза защитников Валерий Ширков сам участвовал в боях. То, что творили комбатанты у нас, он называет геноцидом приднестровского народа. Им надо, чтобы молодое пополнение было воспитано в этой русофобской политике. И вот поэтому они и привлекают героев, которые устраивали геноцид в нашем 92-м году на нашей территории. Они в настоящее время в почете. Объявлен же год комбатантов. И мы понимаем, что молодежь, как мы сейчас заложим наше, допустим, мировоззрение, так оно и будет работать. По словам Валерия Ширкова, молдавские комбатанты – это люди, одурманенные нацизмом. Они не знают историю своей страны, действуют по сценарию политиков и также воспитывают молодежь. То, что в школах будут учить уважать этих людей, может привести только к новому конфликту между Молдовой и Приднестровьем, уверен председатель Союза защитников Приднестровья. Владимир Гуменский был учителем истории, сейчас пенсионер. И он тоже защищал Приднестровье в 92-м. По его мнению, хорошая традиция проводить урок мира в Молдове 1 сентября превратится в противоположность, в урок войны, где будут, скорее всего, рассказывать, что Россия и сепаратисты мечтали уничтожить Молдову, а комбатанты встали на ее защиту и победили. Политики Молдовы выставляли нас, жители Левобережья и жители Приднестровья, как какими-то врагами, сепаратистами, монстрами, людьми, которые только и мечтают, что развалить единую цветущую Молдову. Они выставляли нас людьми второго сорта. Ведь ни для кого не секрет, давным-давно все эти лозунги зафиксированы о том, что кто должен куда уезжать, а кого надо топить в реке Днестр. Нет, мы хотели быть просто-напросто равными. Многих жителей Молдовы циничные политики тогда просто обманули, уверен Владимир Гуменский. Патриотизм нельзя использовать как оружие против других людей. То, что творили комбатанты в Приднестровье в 92-м, не иначе, как военными преступлениями, назвать просто нельзя, считает он. Я никак не могу принять стрельбу из снайперов и просто вооруженных людей по мирному населению, который пытался спастись, бежал из Бендер или прятался в Бендерах. Я никак не могу понять, почему эти люди стреляли по пожарным машинам, почему они атаковали машины скорой помощи. Это называется воинское преступление. Всего за время конфликта в Приднестровье погибло 270 мирных жителей. Было разрушено 126 предприятий.